Сложно представить, как эта хрупкая по тяжелоатлетическим меркам девушка поднимает до 115 килограмм. 8 из своих 22 лет Мария Лубина посвятила тяжелой атлетике. Увидела по телевизору тяжелую атлетику, были какие-то крупные соревнования. Там, конечно, выступали большие девочки, тяжихи. Мне так интересно стало, как они штангу поднимают. Думаю, дай тоже попробую. Сначала не могла найти у нас в городе. Потом нашла и пришла. Интересно стало, смогу ли я поднять хоть сколько-то килограмм, хоть маленький вес. Так втянулась и теперь уже как-то не уйти. Уже все. Затянула. Проводить в Сочи заключительные сборы перед важными соревнованиями для тяжелоатлетов уже стало доброй традицией. Во многом благодаря комфортным условиям. Занятия проходят в новом спортивно-тренировочном комплексе, построенном в рамках федеральной целевой программы. Сегодня в Сочи тренируется 25 спортсменок из состава молодежной сборной России. Каждой из них еще нет 24-х лет. Но почти все победители первенства Европы, мира, есть и мастера спорта международного класса. Принципиально ничем не отличается. Штанга та же самая практически. Нагрузки девочки даже еще терпеливее, скажем, чем мужчины, наверное. А так, в принципе, то же самое. Иногда будет и пожалеть. Немножечко там характером отличается немножко. У женщины народ такой. Иногда нужно пожалеть. Еще отдохнуть. А так, в принципе, то же самое. Пожалеете? Ну, конечно, обязательно. Без этого нельзя. Но в то же время и расслаблять нельзя. Потому что девочки могут сидеть на шее. Расслабляться себе не позволяет Наталья Хлесткина. Девушка в этом году пропустит первенство Европы ради Гран-при в Китае. Ведь этот лицензионный старт может дать ей путевку на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Нужна скорость, взрывная такая мощь. Потому что одной силы здесь мало, что поднимешь. Технические элементы намного важнее, чем сила. Будет техника, скоростные взрывные качества, тогда вот достигнем результатов. Тренировки женской молодежной сборной России по тяжелой атлетике будут идти в Сочи до 13 сентября. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.